Вы обрадованы от грязи. Как вы ответите на эти страдания? Лорд Бейлиш. И, конечно, если вы не смотрели сериал, берегитесь спойлеров. Какие моменты заставили вас выкрикнуть «Да, детка!»? Дайте знать в комментариях. Номер 10. Тирион дает пощечину Джоффри. Игра престолов сделала все, чтобы мы с самого начала возненавидели Джоффри. И мы его возненавидели. Но сериал также позаботился о том, чтобы мы получили несколько приятных моментов возмездия. Во втором эпизоде, когда Бран падает с высокой башни и оказывается в коме, Джоффри проявляет к этому типичное безразличие. Тирион, зарекомендовавший себя одним из лучших персонажей сериала, делает племяннику замечание. Тремя пощечинами, одна другой краша. Если вы думали, что еще три сезона Тирион, разбираясь со своим вздорным племянником, обойдется без пощечин, вы ошиблись. После того, как Джоффри заслуженно забрасывают коровьим пометом, Тириону приходится сдерживать истерику короля единственно известным ему способом. Ты говоришь к курицу! И теперь я умер в курицу! Моя рука падает от моей бестки! Мизинец довольно ужасный человек, однако нам нравится наблюдать за его интригами. А вот за Лайзой Ааррен не очень. Лайза всегда была мстительной и ревнивой, особенно, когда дело касалось ее сестры Кейтлин и потенциального мужа Мизинца. Поэтому, когда Лайза увидела Мизинца, целующего Сансу, дочь Кейтлин, сразу стало ясно – она начнет бушевать. Обвиняя совершенно не того человека, Лайза грозится выбросить Сансу из лунной двери Орлиного гнезда с высоты сотен метров. Но ее отговаривает Мизинец. Он с диким удовлетворением отвергает чувства Лайзы, а затем делает с ней то, что она собиралась сделать с Сансой. Интересно, о чем она думала во время полета. Номер восемь. Секрет происхождения Джона. Согласно давней фанатской теории, R плюс L равняется G. Это означает, что в результате предполагаемой связи Рея Гара Таргариена и Лианы Старк родился Джон Сноу. Конечно, это имело бы серьезные последствия для всего мира. А теперь вспомните, как мы радовались, когда теория оказалась правдой. В финале шестого сезона Брану было видение, которое перенесло его в момент рождения Джона и подтвердило материнство Лианы. Конечно, это была лишь половина уравнения, и только в следующем сезоне будет подтверждено участие Рея Гара, что взбудоражило нас еще больше. Эта новость оказалась своего рода обоюдоострым мечом, поскольку вместе с ней пришло осознание того, что Дэнни – тетя Джона, отчего этот эпизод становится очень сложным. Убийство Джона Сноу практически разорвало интернет. Фанаты были вынуждены ждать шестого сезона, чтобы узнать, вернется их любимый бастард к жизни или нет. Для нетерпеливых фанатов воскрешение всегда было возможным, особенно после того, как мы увидели, на что способны красные жрецы благодаря силе владыки света. Но не сегодня. По настоянию Сира Давоса, Мелисандра пытается воскресить павшего лорда командующего. Увы, красная женщина, похоже, потерпела неудачу. В конце эпизода нам показывают затяжной кадр с телом Джона. Он завершается, как только Джон делает первый вдох новой жизни. И мы вздохнули с облегчением, когда Джон наконец-то открыл глаза. Номер 6. Корона для короля Визерис Таргариен, как человек, мягко говоря, не очень. А как брат, еще хуже. Он щеголяет своим именем, отдает родную сестру в обмен на армию и считает, что железный трон причитается ему по праву рождения. К сожалению, его планы рушатся, когда Дейенерис и ее муж Датракиец Кхалдрого влюбляются. Во время празднования в пьяной ярости Визерис угрожает Дейенерис и ее неродившемуся ребенку. Это была роковая ошибка, поскольку Кхалдрого, мягко говоря, рассердился. Он приказывает своим всадникам сломать Визерису руку, а затем награждает его короной, о которой тот всегда мечтал. Правда, в виде расплавленного золота. Это должно быть больно. Номер пять. Пурпурная свадьба Джоффри Баратеон войдет в историю как один из самых ненавистных злодеев телевидения. Несмотря на молодость, его садистская натура, привычка убивать, трусость и издевательство, которым он подвергает Тириона и Сансу, делают его совершенно отвратительным королем. Сезон за сезоном фанаты молили создателей, чтобы этот маленький ублюдок погиб. И те ответили, эффектно. В день своей свадьбы, во время одной из своих обычных тират, король-мальчик погибает от яда, известного как Душитель. Конечно, он заслуживал гораздо более суровой смерти. И все же, наблюдать за тем, как Тиран пытается отдышаться, а от его тела остается лишь гротескная оболочка, сплошное удовольствие. Номер четыре. Тирион на суде. Мало кто поспорить с тем, что Тирион Ланнистер лучший персонаж Игры Престолов. И хотя почти каждый эпизод наполнен его глубокими размышлениями и остроумными диалогами, ничто не сравнится с его выступлением в суде. Когда Тириона судят за убийство Джоффри Баратеона, несколько персонажей дают против него показания. Взбешенный Тирион требует предоставить ему трибуну для признания. И он признается, что не является тем чудовищем, которым все его считают, и излагает несколько суровых фактов о том, как его воспринимают люди. Я вовремя, чтобы быть дворцом. Какими бы язвительными не были высказывания Тириона, мы полностью на его стороне. Бесспорно, Питер Динклейдж сыграл лучшую роль в своей карьере. Серьезно, трудно найти в Игре Престолов такой же драматически захватывающий эпизод, как этот. Номер три. Месть за красную свадьбу. Уолдер Фрей быстро стал одним из самых отвратительных персонажей Игры Престолов, после того, как организовал ловушку и помог убить Робба и Кейтлин Старк, не говоря уже о беременной жене Робба. И какой же неожиданно гастрономической оказывается месть за Старков? Безымянная служанка сообщает Фрею, что она убила его сыновей и испекла из них пирог. Они не легко Вслед за этим откровением сразу идет другое. Служанка это Ария Старк и она мстит за мать и брата. Убийство Транта и возвращение своего имени заслуживают похвалы, но эта смерть приносит особое удовольствие. Номер два. Мизинец получает по заслугам. Мизинец всю свою жизнь участвовал в заговорах, манипулировал людьми, сеял хаос, чтобы добиться желаемого и подняться по лестнице власти. Это был лишь вопрос времени, когда хаос вернется, даст пинка мизинцу и столкнет его с этой самой лестницы. Во время пребывания в Винтерфелле Мизинец пытается стравить Сансу и Арию, посеяв в каждой из них недоверие. И вот уже мы видим, как в большом зале героини выясняют отношения и внезапно переключают внимание на мизинца. Оказывается, сестры Старк раскусили мизинца и быстро отдали его под суд за семь сезонов предательств. Мизинцу только и остается, что молить о пощаде, но тщетно. Ария неумолима. Один из самых приятных моментов сериала. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1 Смерть Рамси Болтона На пути к званию самого садистского антагониста в Вестеросе Рамси столкнулся с жесткой конкуренцией. И отдадим должное этому пастарту, он затмил самого Джоффри. Рамси пытает Теона, издевается над Сансой, скормил гончим свою мачеху и новорожденного брата. Список совершенных им злодеяний можно продолжать. Безусловно, то, что Джон разбил ему лицо в кровь, стоит отпраздновать, как и взятие Винтерфолла. Но дальнейшая судьба Рамси это вишенка на праздничном торте. В качестве мести за причиненную боль Санса натравливает на Рамси его любимых голодных гончих. И мы разделяем улыбку Сансы, когда слышим мучительные крики злодея. 500 тысяч. Ну какие же вы у меня хорошие. Прям хочется каждого обнять. Еще раз спасибо, что вы с нами. Не забывайте про другие ролики на канале, а также ставьте лайки и подписывайтесь на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.